Здарова, народ! Новье подъехало! Рад вас видеть! Сегодня я вам покажу, как сделать супер дичайшую фотку себе в инсту. Интересно как? Тогда ставь лайк и смотри видео до конца. Хочу показать вам кое-что интересное. Готовы? Это флешка на 128 гигабайт. Сейчас, подождите, у этой microSD есть адаптер. Чтобы было лучше видно, я его вставлю. У меня есть еще одна такая же, только на 64 гигабайта, я ее еще не распаковал. Это специальная серия флешек Canvas от Kingston. В чем их фишка? Во-первых, это скорость записи и чтение. Скорость записи 100 мегабайт в секунду, а чтение около 80 мегабайт. Такие показатели нужны тем, кто любит серийную съемку. Как правило, когда вы делаете серию снимков, в камере нужно еще время, чтобы их записать в память. И раньше на обычных носителях это могло занимать секунд 20, а то и больше. Здесь все намного быстрее. Я не увлекаюсь серийной съемкой, но у меня есть причина, по которой мне нужна такая скорость. На данный момент моя рабочая камера это Sony A7R II. Один снимок с этой камеры занимает около 80 мегабайт. И когда ты очень активно снимаешь, просто достаточно быстро кликаешь, то камере тоже нужно время, чтобы записать информацию на флешку. С этой малышкой моя работа станет быстрее. Плюс, я все чаще снимаю в 4К, и это тоже требует скоростной носитель для комфортной работы. Еще очень важный момент, что они водонепроницаемы. Ударопрочные, стойкие к перепаду температур и вибрации. Такой мини-терминатор. Одну карточку как microSD я вставлю в свой экшен кам, на которую я тоже сейчас частенько пишу в 4К. А вторую, но уже в адаптере, я вставлю в свою альфу. По сути, это 2 в 1. Без адаптера это microSD, а с адаптером SD карта. Кому интересно, ссылку на карточке оставлю в описании. Ну что, пойдемте поснимаем, заодно затестим новые флешки. Чтобы нам сделать такую фотографию, нам нужна камера и штатив. Мы делаем всего 2 фотографии. Это фон и фотографию себя или своего друга. Ставим штатив. Также я поставлю задержку затвора на 10 секунд. После того, как вы сделали фотографию, поднимаете штатив, не трогаете камеру, не двигаете ее. И в таком же положении приставляете штатив и камеру к стене. Вот так вот. И делаете фотографию фона. Несколько фоток сразу, на всякий случай. Вот у нас получилось 2 фотографии. Фон и, собственно, я. Для начала нам нужно перевернуть фон. Я буду поворачивать его против часовой стрелки. Переносим одну фотку на другую. Теперь нужно вырезать меня из фотографии. Нажимаем на W на клавиатуре. Либо вот так вручную. Либо нажимаем Select Subject. И Photoshop сам выделяет. Естественно, он делает это не на 100% круто. Создаем маску. Включаем фон. И видим, что уже результат, в принципе, неплохой. И тут нужно это все уже дорабатывать руками. Переходим на саму маску. Кликаем на нее. Берем кисточку. Дальше нам нужно вернуть тень. Для этого делаем копию документа. Заливаем черным на Alt Backspace. И перетаскиваем этот файл под основной слой с моделью. Берем белую кисточку. И возвращаем тень. Теперь создаем новый слой. Кликаем правой кнопкой мыши Create Clipping Mask. Кликаем вот здесь на пипетку. И берем ближайший цвет, который находится на полу. Берем кисточку. Приводим этот слой в режим смешения Color. И поверху зарисовываем. Кликаем на слой с тенью. И переходим в режим смешения. И выбираем Darken. И тут, естественно, какие-то косички от плитки, которые вот сейчас нам нужно убрать. Лишнее затираем на маске. Остальное на новом слое можно затереть пластырем. Тень сделали. Теперь это нужно правильно кадрировать. Особенно, если вы это собираетесь выкладывать в инстаграм. Нормас? Надеюсь, понравилось. Обязательно пишите в комментах свои впечатления. Если будете делать что-то подобное и выкладывать, отмечайте меня. Мне интересно посмотреть, что у вас получится. Спасибо, что досмотрели до конца. Показывайте видосик друзьям. Лайк, подписка, комментарий. Жмите на колокольчик, чтобы первым смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok